Привет всем! Сегодняшнее видео будет интереснее не только тем, кто ищет информацию по поводу жизни в Германии, но и всем-всем-всем, кто собирается учиться в университетах за границей, потому что сегодня я хочу с вами поговорить по поводу рейтингов университетов. И я вам скажу, что я готовилась к этому видео и посмотрела рейтинги, и поискала, на каком месте в рейтинге находится мой университет, Мюнхенский университет Людвига Максимилиана, и я определила, что в одном рейтинге от Times мой университет находится на 30-м месте, а в другом рейтинге мой университет почему-то находится на 68-м месте в мире. И я вам скажу, что я не считаю, что один рейтинг лучше, чем другой, и, конечно же, очень хотелось бы, чтобы мой университет был как можно выше в рейтинге, но сегодня я хочу с вами поговорить о том, насколько вообще оправданы эти рейтинги, насколько им нужно доверять или не нужно доверять, о том, по каким критериям они вообще создаются, и на моем опыте личном сказать вам, насколько, мне кажется, высокий рейтинг помогает вам учиться или, наоборот, мешает. Поехали! Кстати, если вам интересно посмотреть рейтинги, которые я называла, две ссылочки вы найдете под видео, и я вам сразу скажу, что в этих рейтингах ни в одном из них, по сути, вы не найдете маленькие университеты, потому что в этих рейтингах могут быть только огромнейшие университеты, одни из самых крупных университетов в мире, просто потому что эти рейтинги так создаются. О критериях я скажу немного позже, но суть в том, что если вы, например, собираетесь поступать в какую-то киноакадемию за границей, или в какой-то очень специализированный институт или университет, или в университет, который занимается прикладными науками, в принципе, вероятность того, что этот университет будет стоять в рейтинге на высоком месте, не очень большая, но не расстраивайтесь, чем больше университет, тем больше у него шансов получить высокий рейтинг. Поэтому, если вы поступаете в узкоспециализированный университет, и он имеет низкий рейтинг, не переживайте, это нормально, это не показатель того, что этот университет плох. Ну и сейчас я хочу перейти к тем критериям, на которых основываются эти рейтинги университетов. Я вам скажу, что два основных критерия, это количество нобелевских лауреатов, и количество цитирований сотрудников университета в прессе, в научной прессе, да. И я вам скажу, что, конечно же, не каждый университет вообще может позволить себе нанять на работу нобелевского лауреата, и тем более сделать так, чтобы профессора этого университета имели достаточно много цитирований в прессе, потому что мы прекрасно понимаем, что это все связано с огромными вложениями финансов, и, конечно же, бедный профессор не может просто позволить себе заплатить за цитирование в научной прессе. К сожалению, это общеизвестный факт, что за цитирование в сайенс нужно платить, и, в принципе, опять же, чтобы стать нобелевским лауреатом, нужно не только очень быть умным и очень разбираться с своей специальностью, но также нужно быть удачливым, нужно, чтобы у вас была отличнейшая, отменная современная лаборатория, и, конечно же, очень многие университеты, даже какие бы у них хорошие сотрудники, профессора не были, просто не могут выполнить эти критерии. Ну, и еще один важный факт, что наличие нобелевских лауреатов в университете никак не влияет на ваш личный успех во время обучения, потому что вы прекрасно понимаете, что профессора, такие вот именитые звездочки, да, они, конечно же, не будут преподавать лично у вас, может быть, они прочитают у вас одну или две лекции, но на этом все закончится, и я вам скажу, что те люди, которые вас будут преподавать, и я это знаю по своему опыту, да, поскольку я учусь в Мюнхене, я вам скажу, что, конечно же, хоть в Мюнхене очень много именитых профессоров, очень мало из них преподают у меня, по крайней мере, с очень маленьким количеством мне довелось пока что встретиться за те три года, сколько я уже учусь здесь, и, конечно же, те люди, которые будут вас учить, и те люди, которые получают Нобелевские премии и цитируют, и которых цитируют в Science или еще в каких-то научных изданиях, конечно же, вам вряд ли доведется с ними столкнуться, я вам скажу, что тут намного важнее, чтобы вас умели научить, да, потому что человек, который классно разбирается в своей специальности, это еще не гарантия, что он может научить, что он может передать свои знания, поэтому я вам скажу, что эти два пункта вызывают у меня огромные сомнения. И еще один важный критерий, это количество иностранных преподавателей и студентов, и я вам скажу, что как раз в том рейтинге, в котором ЛМУ занимает 30 место, этот критерий не учитывался, а в том, в котором занимает 68 место, учитывался, и в том рейтинге, по-моему, ТУ, то есть технический университет Мюнхена, занял место выше, чем ЛМУ, и это действительно так, в техническом университете намного больше иностранных студентов. И на самом деле, то, на что указывает этот критерий, или хорошая оценка по этому критерию, это всего лишь то, что у вас, скорее всего, будут преподавать иностранные профессора, то, что у вас будет много одногруппников иностранцев, да, таких же, как и вы, скорее всего, и, конечно же, это еще указывает на то, что есть очень много программ на английском, скорее всего, потому что именно это притягивает иностранцам. Но я вам скажу честно, как человек, который учится в ЛМУ, а в ЛМУ достаточно маленький процент иностранных студентов, я абсолютно не чувствую себя обделенной, потому что, во-первых, потому что ЛМУ просто огромнейший университет, и процентуально, может быть, иностранцев в ЛМУ и мало, но если посчитать количество, то количество иностранцев в ЛМУ, которые учатся, просто огромнейшее. И, конечно же, даже если бы в ЛМУ не было так много иностранных студентов и профессоров, я не думаю, что это очень сильно что-то меняет. Но тут вы, конечно же, можете со мной поспорить. Ну, а первым критерием в этих рейтингах всегда стоит качество обучения. И это пункт, который вызывает у меня огромнейшее сомнение, потому что, насколько я знаю, качество обучения оценивается с точки зрения самих студентов. То есть, в принципе, проводятся опросы, в которых студенты заполняют анкеты и оценивают, как они думают, насколько качественно их учат. Ну, и, конечно же, я не знаю, я, конечно, все-таки немного скептично, может быть, смотрю на это, но все-таки студенты больше любят, когда их не трогают, не беспокоят, дают им возможность расслабиться на протяжении семестра, а потом сдать экзамены, подучив уже ближе к концу семестра. И мне кажется, что такую систему многие студенты оценили бы как самую лучшую. Хотя, конечно же, с точки зрения того, что если мы хотим стать хорошими специалистами, которые разбираются в своем деле, конечно же, нам нужно учиться на протяжении всего семестра, постепенно усваивать знания, чтобы они откладывались в нас в долгосрочную память. И я, конечно, тут могу только строить предположения, потому что никто не знает, как все студенты мира оценивают качество образования, у каждого свои личные критерии, да? Но я предполагаю, что, скажем так, эта оценка во многом очень субъективна, потому что если представить себе, что в Америке в самых раскрученных, крутых университетах, таких как Йель, Стэнфорд, конечно же, люди платят там огромную сумму в год за обучение, то есть это абсолютно нереальная для нас сумма, да? То, конечно же, если вы так много платите за семестр, то вы будете считать, что вас учат просто сумасшедше классно, и что ваше обучение самое-самое лучшее. Ну и еще одним критическим пунктом в этих рейтингах является то, что университеты, для которых основной язык не английский, уже не имеют места в этих рейтингах, потому что, конечно же, как бы много профессора не на английском, чего бы там ни делали, не писали статей, конечно же, в англоязычных изданиях их не опубликуют, иностранных студентов у них будет мало, и я вам скажу, что, конечно же, университеты, на которых преподают не только на английском, или, скажем так, в основном преподают не на английском, а на другом языке, занимают достаточно низкое положение в этом рейтинге. Вы можете, конечно же, со мной поспорить, что вот в ЛМУ, например, тоже почти все специальности на немецком, да, но мы очень много всего читаем на английском, и, конечно же, все научные работы пишутся тоже на английском и на немецком, то есть, когда доходит уже дело до того, что нужно публиковать какую-то научную работу, или когда мы знаем, например, да, что это курс, который будет связан именно с научной работой, то в большинстве своем такие курсы проходят именно на английском языке, а не на немецком. Так что я вам рассказала о тех критических пунктах, которые мне не совсем нравятся в этих рейтингах, и я вам скажу честно, что, конечно же, как и многие из вас, я очень внимательно изучала эти рейтинги перед тем, как уехать в Германию, и когда я решала, буду я поступать в ЛМУ или в какой-либо другой университет, и я вам скажу, что, как человек, который здесь проучился 3 года, я все-таки убеждена, что этим рейтингам не стоит доверять на 100%, и точно не стоит доверять вашу судьбу, и точно не рейтинги должны быть основным критерием, по которому вы выбираете себе университет, потому что, конечно же, есть такие вещи, как атмосфера, как то, как вы себя чувствуете в этом университете, и ни один рейтинг вам, скорее всего, об этом не расскажет, и самый лучший путь в этом случае почитать какие-то отзывы студентов, поискать, может быть, какие-то форумы, наверное, скорее всего, лучше на немецком, потому что, как люди, которые говорят на английском, могут знать, как там учиться в ЛМУ, ну, таких будет мало, да, все-таки, если вы хотите узнать по поводу того, какой университет на самом деле хорош, а какой не так уж хорош, то есть, плохо, вы все-таки должны читать форумы, которые пишут люди, которые именно учатся в этих университетах, и я вам скажу, что и даже здесь у каждого будет свое мнение, и, конечно же, смотрите рейтинги, и, конечно же, помните о том, что у этих рейтингов есть много недостатков, так что думайте головой, смотрите внимательно, и пытайтесь все-таки найти людей, которые учатся именно в том университете, в который вы собрались поступать, неважно, в Германии, в Америке, или еще где-либо за границей, потому что именно это основной критерий, а не какие-то там рейтинги, которые составляют люди, живущие за океаном, например, все эти рейтинги в большинстве своем составляются в Америке, и, конечно же, как американцы могут знать о том, как здесь нам учиться в Мюнхене, например, да, конечно же, немного они знают по этому поводу, и поэтому мы не будем их судить за то, что, может быть, иногда они принимают какие-то неправильные решения, когда создают эти рейтинги. Так что вот такое вот мое мнение, и я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным, если это так, я жду ваших лайков, я жду ваших комментариев, и я жду, что вы поделитесь этим видео с вашими друзьями и знакомыми. До новых встреч, пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова